Доброе утро! 4 утра, аэропорт Бориспольд. Начало новой истории. Сегодня у нас, ну пока еще на дворе 20-й год, в преддверии уже декабрь месяц, но еще не Новый год, но тем не менее. Германия, Франкфурт, Мерседес, GLE. Стартуем, смотрим. Друзья, здесь надо сделать легкий комментарий о самом заказе. Нужен Мерседес, нужен принципиально европейский GLE, это должен быть 350-й автомобиль. То есть машина должна иметь 3-х литровый дизельный двигатель, машина должна быть 9-ступенчатая коробка, не рассматривается 250-й, машина желательно 18-го года подойдет 17-го, можно рассматривать 16-й лишь только в том случае, если там какая-то мегабомбическая комплектация. Из обязательных условий. Должен быть принципиально задний климат для пассажиров, что в принципе очень сильно уменьшает шансы на успех, потому как таких машин немного. Очень желательно, чтобы эта машина имела массаж, что в принципе делает этот автомобиль космически дурным по цене, он просто улетает в космос по этой цене. Машина должна быть либо белая, либо черная, возможно серая, другие варианты не рассматриваются, хочется панораму и все это нужно вклеиться до 60 тысяч долларов. Окей, пробуем. Забегая наперед, скажу сразу, что документов на выезд не для наших заказчиков мы не делаем, можете не звонить, не обращаться. Но мы полетели дальше. Как всегда, ждем приглашения в самолет, вон там наша загрузка, вон наш самолетик стоит, крылышком машет, Люфтганза в четвертом гейте. Ну и ждем, пока рассосется очередь и ждем приглашения, добро пожаловать на борт или там пассажиры подойдите, по-разному бывает. Посадку объявили уже минут 15 назад, но все равно ждем для того, чтобы не стоять в очереди и не толпиться в самолете. Мы улетаем в любом случае, ну а примут ли нас во Франкфурте, это уже вопрос. Здесь правильно было бы сказать о службе безопасности компании Люфтганза, которая оставляет за собой право выпускать кого-то или же не выпускать. Потому как, если вдруг по каким-то причинам по прилету в Германию нас не принимают во Франкфурте, то весь банкет за этот перелет ложится на плечи компании Люфтганза. И они должны были нас с Германии отправить обратно в Украину за свой счет. И сложность заключается в том, что им это решение надо принять еще на этапе рассмотрения наших документов. В общем, Украина нас выпускает, а вот впустит ли нас Германия, вот это вот для меня вопрос, потому что вот так летел я впервые. Как я и говорил, практически последними пассажирами по приглашению топаем в самолет. Аэропорт Франкфурта. Все прошли, сейчас на поезд и поехали к первому автомобилю. Безвечная тема, не успели на поезд. Вот, грубо говоря, пока покупали дверь, наш поезд на Хана уехал. Ну, нам вообще надо в Оффенбах, но он, в общем, это был наш. Ну, ладно, следующие через 16 минут стоим, ожидаем. Но чуть-чуть не успели. Сейчас уже будет наша остановочка, наконец-то уже приехали. А вообще, вот здесь, как метро ездит по Франкфурту, вот эти вот линии, это все метро. Так что Киев, Москва тоскливо отдыхает по сравнению с Франкфуртом. Забыл сказать, билет на метро на одного человека, если разовая поездка, стоит 5 евро. Можно, конечно, взять не мой билет, можно по-разному, но 5 евро и 12 остановок. Это, конечно, не Украина. Да, самолеты здесь летают точно так же, как у нас ходят маршрутки. Я к тому, что очень часто и много. Ну, в принципе, не мудрено, Франкфурт это огромнейший аэропорт. Прокатная компания не успели, буквально на 10 минут у них начался обед. Ну, значит, у нас тоже будет обед. Замечательный соседж немецкий. Ну, в общем, ждем открытия. Как оказалось, очень неосторожно с моей стороны было кушать на заправке, потому что запросто можно пристроиться на штраф в 1400 евро. Нужно было взять еду, выйти за территорию заправки и кушать там. Но то, что я употребляю пищу слегка быстро, вот это вот меня и спасло. Потому что, когда пришли сказать, что нельзя, пищи уже не было. Поэтому нету дела, нету тела. В общем-то, пропетлял. Но нужно понимать, что в местах не зря закрылись все кафешки, рестораны, только потому, что в ней собирались люди. Тут за этим смотрят и смотрят очень серьезно. Поэтому опрометчиво было кушать, еще раз скажу. Но, тем не менее, вот такая вот мелочь. Прокатная компания работает, но у нее все закрыто. Полузакрыты брамы, полузакрыты шторы. Но, тем не менее, все равно там есть люди. И пообещали через 4 минуты, когда у них закончится обидняя перерва, тогда они нам выдадут автомобиль. А так вообще никаких признаков жизни, ничего. Хотя по телефону говорят, да, класс, приезжай, работаем. Очередная шляпа. Машины есть, машины есть. Все классно. Практически 2 часа минус. Приехали мы за автомобилем. Автомобиля ни одного нет. Потому, что кто-то где-то там не успел вернуть. И, в общем, нет. Не то, чтобы на автомате. Нет ни механики. Вообще нет ни одного автомобиля в прокате. Хотя по телефону четко сказали. Окей, зарезервировали. Приезжайте. А тут, ну, сори, нету. Короче, я трохи офигевший. Здесь он ест через дорогу Сиксти. Туда звонил. Там тоже ни одного автомобиля. И пока получается реально залет. И залет в таком формате, что это минус один день. И минус один день в четверг после обеда, это пипец. Это уже аж до понедельника мы здесь застрянем, как за здрасте. С Офи и Баха вернулись в Франкфурт для того, чтобы в Сиксти заказать автомобиль. Машину я снова заказал. Деньги снова с меня сняли. Все зарезервировали. Номер есть. Сейчас посмотрим, есть ли машина. Поясняю, что произошло. В общем, место, где мы были в Сиксти, в Оффенбахе, там не было машины. Приехали во Франкфурт, говорят, чуваки, извините, здесь машин нет. Смотрим на резервацию. В Оффенбахе есть та машина. Едем обратно. Непонятно. Уже после обеда. Время к четырем часам вечера. А мы еще без машины. И вот, приехали мы снова в этот же самый Сикст. И сейчас заходим, будем спрашивать, где же наш автомобиль. Сука, четыре часа вечера. Жопа. Рассказываю, что произошло. Значит, машины типа Volkswagen Polo, типа Ford Focus у них не оказалось. Причем не на одном из трех Сикстов. Мы сюда уже приезжали. Мы здесь во второй раз. И эта машина здесь была. С учетом того, что заказали через Booking уже. То есть, я заказал сначала напрямую, денег вернули, потому что машины нет. И они не успели вернуть. Но заказав через Booking, уже они могут отказать. И выдают машину, которая стоит у них 95 евро в день. Нам ее выдают за 102 евро на три дня. В общем, им было жалко денег. Поэтому не сказали, что машин нет. А здесь уже просто не могут отдать. Ну, окей, хотел ездить на пол, а придется ездить теперь на BMW. Ладно, нам еще надо успеть проехать и до шести часов попасть на площадку, для того, чтобы понять, нужно ли хотя бы осматривать этот автомобиль завтра. Не настолько ли он мрачный, как он выглядит на фотографии. Окей, машина есть. Она, правда, грязнющая, как сволочь. Я ее сейчас, кстати, обойду, посмотрю, нет ли каких-то ударенных вещей. Начало пятого. Ё-моё, это жопа какая-то. Я столько времени машину еще никогда не выбирал. Ну, имеется в виду прокатную. Чтобы у меня так геморройно было, ну, еще никогда. Давай мы, наверное, ее вот сюда поставим, чтобы она не мешала. Я буду ехать, ты себя потихоньку убивай. Я тебе скинул, у тебя есть. 46 минут нам покажу. Окей, сейчас еду. Ты себя потихоньку убивай. Ой, я погнал, блядь, потому что временем. Только давай без штрафов. Да какие штрафы, ну, я что, придурок. Знаешь, BMW-сту попалась BMW, что она машина. Сука. Это же надо такое, блядь. Да, это, кстати, вот, Вова говорит, вот мне бы BMW, а я построил на вот эту Volvo. Но вот эта Volvo, она, ну, пипец, намного дороже. Поэтому, вот, а если бы не было BMW, нам бы дали Volvo, и я бы был бы за рулем. И сейчас, в общем, эта машина будет вот так вот получать со всех сторон. Только, пожалуйста, без фотографий на штрафах. Ладно, летим. Нам тут, типа, вроде бы недалеко, около 100 километров. Тем не менее, все равно, все равно, BMW-сту попалась BMW. Пусть наслаждается парень, а я буду отдыхать. Нужно отметить, что этот BMW, несмотря на то, что он 19-го года, на то, что он такой классный, красивый купе с мотором 1,6, каросиновый моторчик, 1,6, бензиновый, он и не едет. Ну, вот, от слова совсем не, ну, как. Этот автомобиль, он запросто разгоняется до 200 километров в час, ну, очень тяжело. То есть, наступаем на педаль акселератора и... То есть, сказать такого эффекта от BMW, вах! Увы, как-то не получилось. Ну, ничего, с Божьей помощью, спасибо, что хотя бы так. Плавный поворот направо. Спасибо. Затем поверните направо. За Allroad'ом хотели заехать, но позвонили только, что сказали, что там генератор кончился на этой машине. Они починят, но починят его через неделю. Через неделю эта машина уже нафиг не нужна будет, по крайней мере, нам. Она наверняка кому-то отойдет, но точно не нам. Вот этот вот звук, это сыпятся камни в стекло. Вот это вот цокает. Летят по машине камни. И то, что говорят, в Германии нету камней. Даже видно из-под фуры, как они вылетают. Хотя, не знаю, передаст мне камера, но конкретно так. Вроде бы ремонта дороги нету, но все равно. Сыпется очень нарядно. Аж слышу как. Да, караулцы какие-то. Как будто град пошел. Сыпется так. Сыпем тест. Взлом в т 엔 integration. Потом тебе head наeta. Короче, ситуация следующая. Прилетели мы посмотреть этот Мерседес, а по факту мы его посмотреть не можем, потому что он зарезервирован дилером. Здесь, в Германии, именно вот эта компания AutoExpo, она работает в таком формате, что дилером скидывают все недостатки. Все недостатки этого автомобиля знаю, знаю все царапки на нем, я уже все видел, я видел все вмятинки. Ну, вмятинка там только одна, она крыша, очень легкая, которая вытягивается. Несколько есть царапинок по дискам, но беда заключается в том, что нам не хотят показывать эту машину, потому что она зарезервирована дилером. Ну, и такие правила, что машину продают здесь слепую дилеру, и если что-то не так, то сразу все возмещают и все делают. Поэтому, типа, машина есть, мы за ней приехали, а посмотреть мы ее не можем. Вот такой вот непонятный немецкий педантизм, от которого я сегодня, честно говоря, просто охреневаю. Не знаю как, но, в общем, пока ждем, может что-то с этого получится. В общем, сейчас мы на нее посмотрим хотя бы визуально, что она действительно есть, где она стоит. Посмотрю снаружи хотя бы для того, чтобы было общее понимание, нужно ли на этот автомобиль обращать внимание завтра. Потому как, ну, уже темнеет, во-первых, уже шляпа, из-за того, что мы тут практически час подождали. Да, вот это, наверное, вон, сейчас переключу камеру. Вот это, наверное, вон, а ну, какой у нее номер? Где у нее номер? Это не она. Это 250-й. Эта машина не она. Сейчас мы найдем эту машину. Сейчас покажу, какая это площадка. Ну, во-первых, у меня за спиной, вон, видно, хреново туча машин. И вот здесь, вот за вот этим зданием еще огроменная территория. Но пока пошел, пока пошел искать. Вот это, наверное, он похож. Не, ну он не синий. Сейчас. Где его цифры? Где его цифры? 190 килограмм, 174. Да, это он. Это он. По номеру это он. Бежевый салон, на котором нифига не видно. Он не заношенный. Он не заношенный, но его бы по-хорошему помыть. Руль коричневенький. Да, красивый. Электропривод руля есть, лепестки есть. Вот там вот, под снегом, на крыше есть легкая вмятинка, о которой мы знаем. Машину нужно будет обслуживать через 3000 километров, потому как у нее заканчивается... Ой, показалось. Потому как у нее заканчивается... Да, я сейчас подойду, я знаю, я помню, что там царапина. Нету здесь климата сзади. Я по спецификации смотрел по ВИН-коду, здесь климата сзади нету. Я сейчас, конечно, загляну, но климата по ВИН-коду здесь не пробивается. Вот дефект, который не указали, хотя за дефект, наверное, него не считают. Здесь слегка подертый лак, в одном месте выбито до грунта. Так, 157. Это меня проглючило или... Да, это где-то у меня рука дрогнула. Зимняя резина, а в смысле в салоне? Вот, да. 400 сутки. На дисках. Слушай, на дисках это хорошо. Надеюсь, ее видно, какая она подсветит. На дисках... Ну, это Мишлин или Континенталь, какой-то по рисунку. Да, но она еще такая. Не очень. Вот сейчас попробую показать вот здесь по контрольной точке. Нет, у меня засвечивает. Потому как я свечу в стекло. Ну, в общем, контрольные точки здесь недалеко. Машина действительно не битая. Вот та царапина, о которой мы говорили. То есть, если сделать вот так... Да. Все стекла 2017 года. Машина действительно... Ну, визуально она очень хороша. Но парадокс заключается в том, что нам эти редиски эту машину не показывают. Не понимаю, почему. Так, Пилкинтон. Да, Пилкинтон. Лобовое мининое. Все остальные у нее родные. Слушай, а ну нас светим. Я вижу, что есть сзади какая-то крутилка. Что есть климат какой-то сзади. Давай вместе светить. Есть крутилка. Видишь? Тут через задние затонированные стекла просматривается крутилочкой для климат-контроля. Но стекла тонированные. Темно на улице. Нифига не видно. Поэтому, если оно здесь действительно... Иди с той стороны, посмотри. Там видно. Я сейчас не буду. Ну, окей. Хорошо. Давай. А ну, нифига здесь не видно. По крайней мере, в телефон так точно. Как выяснилось позже, задний климат, он устанавливался опционально в эту машину ровно тогда же, когда покупались на него зимние колеса. То есть, практически сразу же. В общем-то, вот пояснение, почему там появился вдруг задний климат, когда его нету в самой спецификации автомобиля, когда машина была выпущена с конвейера. На всякий случай по тормозным дискам. Ну, сзади они еще совсем чуть-чуть изношены. Но, тем не менее, изношены передние. Передние вообще новые диски практически. Совсем с маленьким кантом. Недавно их меняли, это точно. Резина 265-45, 20-летняя. В багажнике, мне не помню, говорил или нет, есть зимние колеса. И, судя по всему, просматривается то, что она идет с дисками. В общем, так нам и не показали этот автомобиль, потому что, потому что какие-то дурные правила. И, ну, ладно. Есть целая куча других машин, поедем, посмотрим, коль нам отказывают в показе. Завтрак в Германии очень простой. Вот есть несколько пакетов. Вот здесь вот нарисованы номера, где, что, кому. Кушать здесь нельзя, поэтому сейчас поднимаемся в номер. Единственное, что здесь можно, это взять утренний запашной кофе. Кстати, запах кофе идет по всей гостинице. С учетом того, что мы на верхних этажах, открываешь дверь, и такой аромат просто обалденный. Утро добрым не бывает, иногда говорят, но сегодня утро действительно доброе. Завтрак нам достался. Несмотря на то, что здесь локдаун, машин на парковке практически не осталось. То есть, чтобы было понятно, мы сюда, когда заезжали, вот это вот все было занято, вот это все было занято, вот это вот машины сотрудников, те, которые остались. В общем, мы единственные в гостинице, которые застряли. Окей, летим. Машина тут буквально в трех километрах от нас. Уже нас ждут. Так, ну что, побежали по осмотрам. Ну, диски такие, слегка подизношенные. Сразу я, наверное, его почитаю, пока нас оставили здесь. Пошло чтение. Сейчас мы посмотрим по двигателю, что мы здесь имеем, что мы здесь... Вон, кстати, еще живет паучок здесь. Тихо. Что у нас по парам? 17-й месяц. Э, 17-й год, 10-й месяц. Нигде ничего. Ну, такой мотор надо смотреть, конечно, в развале. Блока сзади. Выключет ли у него теплообменник. А так, в принципе, ну, очень радикально отличается от тех автомобилей, которые представлены у нас в стране. На всякий случай сразу пробегусь по краске, потому что сейчас... потому что сейчас и не понятно, что с автомобилем. Можно было бы, конечно, его загнать на мойку, отогреть, посмотреть на все остальное. Только с учетом того, что немцы практически всегда заняты. И они крайне педантичны. USB-шный шнурочек. А что у нас? А, это крепление под зафиксы. В комплекте идут. Зафиксы, это крепление детских сидений. По внутрянке, конечно, 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 так. Ну, Мерседес, по сравнению с другими автомобилями, ну, кожа откровенно так себе. Какая-то дубовая. Это пошивые вот эти вот наплывы. Вот такое вот исполнение. Ну, как-то сделано вроде как нацепить, что ли. Крутилочка есть, которая говорит о том, что здесь есть задний климат. Синем она тоже была. Панорама здесь есть. Салон у нее относительно чистенький. Как по мне, синий был лучше. Тут у нас все хорошо. На всякий случай посмотрим еще и здесь. И, в принципе, можно уже читать этот автомобиль. Да, машина, несомненно, целая со всех сторон. Никаких следов покраски я не вижу, с учетом того, что даже здесь синий. Что мы здесь видим? Активные ошибки есть или нету? Открываем, смотрим. Уровень от Blue низкий. Но это не совсем ошибка, это больше предупреждение. Хотя, с учетом того, что его сюда пригнали, наверное, на парах и залили всего несколько литров, то, наверное, так. Блок управления топливным насосом. Читаем, что здесь. Пока болезни не выявлено. Модуль неисправности трансмиссии. Это как? Рид. С центральным интерфейсом имеет функциональное нарушение. Судя по тому, что код ошибки я сейчас сфотографирую и начинается с буквы U, то это ошибка по коншине. Коншина – это жгут проводов. Но она также не активная. То есть, сейчас этой ошибки у него по факту нет. Дальше, дальше, дальше. Дальше тут все. А вот управление крышкой багажного отделения. Это, наверное, из-за просевшего аккумулятора. Но сейчас мы посмотрим, потому как это всего лишь только предположение. А нам нужно... Так, редкод. Связь с комбинацией прибора имеет функциональное нарушение. В общем, это тоже ошибка неактивная. Это тоже по коншине. Где-то какой-то, видать, глюк по проводке был. Назад, назад. Пошли еще. Смотрим, читаем. Мультифункциональная камера. Ну, это понятно. Наступает зима. Крышечка, она, если чуть подмерзает или с грязью забивается, не до конца выходит. Или же подклинивает. Поле обзора конструктивного угла 140-13. Мультифункциональная камера. Стерео полностью закрыто. Системные функции ограничены. Так, это актуально. Вот то, что я говорил. Прихватил морозец, и оно уже... И оно уже... Ну, это такая ошибка, можно сказать, из разряда детских полячек Мерседесов. Имеется функциональное нарушение. Сообщения отсутствуют. Также по коншине ошибка по акустической... По мультимедиа. Чуть не сказал по акустической системе. Кстати, реально полный бак топлива. Вот слово полный бак топлива. Сколько здесь литров? 80, наверное. Диагностик. То есть, вот здесь вот оно еще не прочиталось. Вот здесь оно пишет, что диагностируется. Ну, пока подождем, до чего оно додиагностируется. Пока скажу, что... Сама отделка, понимаешь, по коже она какая-то... Вот так смотришь на эту кожу, ну, блин, ну, просто пипец. Так, а что у нас по стеклам? 7, 7, 7, 7, 7, задние 7, 17, да, все стекла 17, о, читаем коды неисправности, значит. Значит, регистрация на сервере не удалась. Был проведен внутренний сброс блока управления. Функция познала внутреннюю ошибку в программном обеспечении. Все ошибки неактивные, все ошибки сохраненные. Это по мультимедии. Так, сейчас она оживится. Mercedes-Benz, перезагрузка, балам-балам, сейчас она заиграет. А, я звук выключу. И теперь, передняя правая дверь, неисправность. Что же здесь было? Что же здесь? Даже музыки нету, фармана-то, смейте. Да. И вот это убожество, слышишь? Вот реально вот это. Имеешь в виду вот это подсоконное? Ну, побитый алюминий, это из-за того, что ремень? Нет, побитый алюминий, мало того. А, что дерева нету? Нету, она и... Это на любителя. Нет, кому-то это нравится. Ну, то, что вот побитый вот такой вот алюминий, это когда ремень отстегиваешь, он отстреливает и ба-бах есть. Так, выход для сервозеркала имеет сервисное нарушение. Так, я перевернул телефон и теперь не вижу до конца. Состояние сохраненное. Ошибка неактивная, хотя в памяти она присутствует. Стационарный нагреватель и кондиционер. Напряжение бортовой слетей слишком мало. С учетом того, что здесь стоит гелевый аккумулятор, то, ну, добро пожаловать еще тысяч на 8 гривен. Ну, 6-8. Это как за здрасте. Я к тому, что здесь аккумулятор севший. Вот. А он здесь гелевый. И... И это типа не дешево так. И кондиционер. Что у нас по кондиционеру? Датчик качества воздуха имеет функциональное нарушение. Имеется внутренняя электрическая неисправность. Датчик. Так, эту ошибку мы сфотографируем. Ну, что, наверное, считаю тест закрытым. Пока никто не видит. Я сейчас быстренько... Ты, ёпта, сюда вообще... Наверное, никто никогда не подключался. Підкрилок у него чего-то разорванный. Ну, така, така. Экземплярчик не дуже. Ну, за ним просто неохайно доглядали. Ну, я скажу так. Тут, дійсно, за ним неохайно доглядали. До речі, гума в нього уже така. Дуже не першої свіжості. И назвати її класною новою, ну, точно не. Ей просто другий рік цей гуми уже. Точно не. Хотя, да, Континенталь стоїть непогано. Там молодо. Машина повністю ціла. Машина... Ну, така, але вона переоцінена. Та я відверто кажу, що навіть то, що ми виглядали машину під сугробом, вона виглядає краще, ніж ця. Вона ядене. Там, ну, ця така сіра миша і... По Мерседесу ГЛЕ серенький, который находится уже практически под Австралией. Ну, машина, честно скажу, вона такая неохоженная, убогая по комплектации. Ну, как убогая, она очень простая, у нее нету нормальной музыки, у нее такая уже потряпанная кожа, за машиной не следили. То есть, заявлено у нее 42 тысячи, на самом деле у нее практически 60. У нее севший аккумулятор не работает без ключевой доступ вследствие того, что неправильно... Вернее, не то, чтобы неправильно, а не работает правая передняя дверь, там, с датчиком что-то глючит. Из-за этого не работают все четыре. То есть, без ключевого на данный момент нету. Есть там всякие мелкие ошибки, которые активны. У меня они есть в истории. Есть вся история по этому автомобилю. Но такое... Я не впечатлен. Несмотря на то, что у него и панорама есть, и сзади подогрев, и климат дополнительный, но он все равно такой смотрится каким-то таким убогим, что ли, по сравнению с другими. Ну, реально, не очень. У Келли тем дальше за 300 километров следующий Мерседес. А пока я, честно говоря, жаль потраченного времени. Ну, у нас не было бы сравнения, если бы не было этого. Летим. Судя по площадке, принадлежит она нифига не немцам. А скорее, наверное, какие-то турки. Потому как где-то что-то нашего Мерседеса я не вижу. И вот там вот, за вот этим серым забором, реально столько хламидий. Сейчас я попробую дойти показать. Мы с той стороны ехали. А нет, не будет видно. Вон там, вон, далеко стоят реально такие корчи. Что просто караул. Ну, такие машины здесь с виду уставшие. Но сейчас будем посмотреть. Возможно, я ошибаюсь. Пошел искать. Я сразу напрямую спрошу, где машина. Где-то, где-то эта машина стоит. В общем, попросили сначала в 2 часа подойти. Сейчас начало первого. Но мы им объяснили, что мы издалека. И нам надо это срочно. И сказали, окей, 10 минут. Сейчас они что-то там перекусят. И кто-то выйдет. Выдаст ключи от автомобиля. Только где автомобиль? Реально обошли по всей площадке. Тут таксичных машин просто караул. Ну, такая сборная солянка. Нет направленности по тому, где какие автомобили. Что-то не видать здесь нашего ГЛЕ. Наверное, придется ехать дальше. Потому что где-то он то ли приездной. Он на кончике, кстати, сгоревших автомобилей. Ну, стрёмная площадка. Там с той стороны без речь хлама. С этой стороны без речь хлама. Куча всего и не то, что нужно. В общем, 10 минут прошло. Сейчас иду снова стучаться к ним. Для того, чтобы показали машину. Потому как, проделав 300 километров и не увидим машину. Это такая слегка легкая шляпа. Ну, да, такой неплохой. Ну, да, этот выглядит, даже несмотря на то, что тут грубая кожа, выглядит он намного лучше. Даже не выглядит, а он есть на самом деле лучше, чем тот предыдущий. Чёрный салон. Кожаный торпеды, видишь? Да, и ровная строчка на приборке. Ну, это, да, поинтереснее. Но он где-то... Карты всем кожи. Карты всем кожи. Чёрный потолок висит в контаре. Но где-то он, где-то он стоял. Тоже есть бордюрная болезнь на дисках. Наверное, это у всех присутствует. Диски такие. Ну, они, кстати, не ушатанные. Но они были перегреты. Потому что вот... С той стороны, где дальний край, там ещё краска не облучилась. А вот здесь вот от перегрева краска уже облучилась и пошла коррозия. Так, а вот эта вот хрень мне уже не нравится. Вот эта вот хрень мне уже не нравится. А, блин, пошёл я за толщиномером. Но, в принципе, тут без толщиномера видно. Да, вот болты залитые краской. Всякая хрень. Левая. Да, да, он крашеный. Вот я его чувствую. Мотор у неё мытый. Машина крашеная. Фары. Что у неё с фарами? Так, подожди, 16-й. Ну, бабуха родная. 16-й. Вымытый, конечно, где-то он очень много стоял. Капот вот аж залитый краской. Окей, хорошо. Читаем. А что, без этого самого старт-стопа нету? Нет. Окей, ладно, хотя бы... Нет, старт-стоп есть. Нет, я имею в виду... Бесключевое зажигание. Ну, красивый. Лучше, чем предыдущий. Так, быстрый тест. Включить зажигание. Зажигание включено. Да, ну, вон, посмотри. Вот, видишь? Да, на пыл. А может быть, завода так, ну, щёл. Ни хера он не немецкий. Их машины в Украине достаточно. Сейчас мы сделаем быстренько проверочку этого автомобиля. Потому что есть у меня стрёмные подозрения. Дальше нужно сделать пояснение. Значит, я посмотрел эту машину на сервисе CarVertical. Забегая наперёд, скажу, что это нифига не реклама. Рекламировать такой сервис у меня нету ни желания, ни здоровья, ни возможности. Да и предложение от них не заходило. Многие этот сервис считают откровенным лохотроном. Кто-то считает его каким-то большим кладезем знаний. Как искать там автомобили, у меня есть чёткое понимание. Я знаю, что там можно смотреть. Я знаю точно, что там не нужно смотреть. Я к чему это всё рассказываю? Раньше мне писали в комментариях, очень мало людей, но писали, напиши видео о сервисе CarVertical. Так вот, Володя, парень, с которым я ездил, а это очень такой тёртый, битый калач, который за свою свою жизнь видел дофига автомобилей. И он не знает, что такое сервис CarVertical. Поэтому, друзья, если вам интересно узнать о том, что это такое, я запишу отдельное видео. Ну, просто напишите об этом в комментариях. Интересно? Окей, неинтересно. Ну, значит, не будем в трочатый марный час. Идём дальше. Вообще нету ничего про эту машину. Вот тупо нихера нету на CarVertical. А что такое, я не знаю. Ну, сервис такой европейский. Нихера про эту машину нету. Вообще, откуда она взялась? Модуль трансмиссии с рулевой колонкой, что-то там. Датчик уровня охлаждающей жидкости слишком низкий уровень. Актуальная ошибка. Левый передний реверсивный аварийный натяжитель ремня безопасности. Подключить, почитать. Так, а что с ним? Да, он, кстати, не возвращается. Актуальная ошибка. Да, но по ремню. Правый передний реверсивный ремень тоже. Вопросы к нему. Так, и по левому, и по правому ремню. Ладно, бежим дальше. Камера понятна. Многофункциональная камера. Это задняя часть. Наверняка с ней... Да нет. Связь с электронным блоком зажигания имеет функциональную неисправность. Дальше смотрим. Дальше комбинация приборов. Включить зажигание. И диски у него фарбованы. Сначала он уже по пыте. Фарбованы, причем. Полпачки у всех разные. По склопедъемникам оно зараз поднимается в автомате. Вот я убрал руку. И назад. Хопа. Их адаптировать треба. Так, ну цей. Так вот, поднимаем. Пидешел назад. И перешел назад. Да. И, кстати, тут фарбованы сиденья. Нет, это джинсами. Джинсами? Оцей переход. Дивись, різный колор. Тут, тут и тут. Та ну, он погано набирает. А чуешь звук, який набираешь? Да. Ось, я трус. Ось, я трус. Да. Практически через 300 километров. Мы не ползаем по дну рынка. Но у нас есть очень ограниченный бюджет, где нам нужно пролезть. Понятно, что машин много. И машины в основной своей массе, они дорогие. А нам нужно влезть в бюджет, найти лучший компромисс между стоимостью, техническим состоянием и желанием человека. До места осталось чуть больше 4 километров. И тут на автобане реально глухая пробка. Наверное, что-то там случилось. В общем, стоим, ждем. Друзья, чем закончилась данная история, вы узнаете буквально уже через 3 дня. Почему так? Потому что видео и без того получилось уже офигенно длинным и здоровым. А насколько мы знаем, люди длинные видео не смотрят. Вернее, как смотрят, но далеко не все. Поэтому уже через 3 дня вы увидите окончание этой истории. Чем она закончилась? Что мы выбрали? Как мы приехали в Киев? И вообще, что мы приобрели? Буквально через 3 дня. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok